Сегодня Донецкая Народная Республика впервые отмечает День Независимости как суверенное государство. Восемь лет назад жители Донбасса приняли решение не признавать власть, пришедшую к управлению Украиной через кровавый госпереворот. Этой дате, а также участию российской армии в специальной военной операции, был посвящен митинг-концерт, прошедший в Черкесске, около стелы Дружбы Народов. На мероприятие побывал Артур Мхце. Россия, в этом слове, огонь и сила, в этом слове, победы в войне, понимаем, в России и знамя. Эта песня, выпущенная в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, с тех пор традиционно звучит на многих патриотических мероприятиях, проходящих в разных регионах нашей страны. С началом специальной военной операции на востоке Украины появилась необходимость поддержать российскую армию. Перед её представителями сейчас стоит очень сложная и ответственная миссия – оказание помощи тем, в отношении кого в незалежной последние 8 лет продолжался геноцид. Жители Донбасса стремились жить в мире, как и все. Мечтали создавать семьи, растить детей, работать и развиваться. Но в течение 8 лет они были вынуждены жить в страхе за себя и своих родных, становились жертвами бесчеловечных преступлений, находясь под постоянным террором ненацистского режима. Участниками прошедшего в столице Карачао-Черкесии мероприятия стали представители профсоюзных и общественных организаций, исполнительной и законодательной власти в регионе и Черкесске, студенческих коллективов. Символично и место проведения митинга-концерта – стела дружбы народов. Да, война – это очень плохо. Но смею вас заверить, что проигранная война – это ещё хуже. И поэтому у нас нет другого пути, как победить. Именно поэтому сейчас во всех уголках нашей необъятой России люди вышли на митинги поддержки. Словом и делом оказывают эту поддержку вооружённым силам и действиям нашего президента. В настоящее время такой лозунг хорошо нам известный. В единстве наша сила действительно обретает реальность. И пока мы едины, мы непобедимы. Артур Мухце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.